В театр мы попали как раз, когда на сцене не куклы и не актёры, а рабочий персонал. Прямо сейчас идёт смена декораций. Утром здесь давали «Петрушка на войне», а уже завтра презентуют спектакль «Суперман». А это уже репетиция спектакля главного режиссёра театра Светланы Дорошко. В театр «Кукол» она пришла в конце декабря прошлого года. До этого много работала в Москве и Питере. Теперь свои многочисленные идеи Светлана реализовывает в Красноярске. Совсем скоро в театре «Кукол» появятся вечерние спектакли. Постановки для взрослой публики тоже будут. В новом сезоне зрители ждут сразу две премьеры. Одну из которых готовит приглашённый из Северной столицы режиссёр Руслан Кудашов. Спектакль по мотивам произведения Хармса, который будет называться «Анекдоты». Далее в мае я приступлю к работе над спектаклем «Недоросль». Это тоже вечерний притуар. Понятно, что это школьная программа, поэтому это 12+. У Руслана Равильевича будет спектакль 18+. То есть мы ориентированы сейчас на привлечение разного зрителя в наш театр. Но всё же постоянный и главный зритель в театре «Кукол» — это дети. Для них режиссёры и актёры тоже подготовят новые истории. Уже 6 февраля состоится спектакль «Иван-царевич и серый волк» — постановка в традиционной технике театра теней. А затем после спектакля состоится мастер-класс. Зрители под чутким руководством актёров попробуют самостоятельно сделать теневую куклу. «Здравствуйте! Какими судьбами? Тут где-то её величество. Я обыскался её, её нигде нет. Не знаю, что мне делать. Не знаю, что мне делать. Голова идёт кругом. Знаете, как вот музыкант берёт, у него пальцы должны синхронно помнить. Память движения какая-то остаётся. Поэтому и тут ничего лишнего, никакого движения не должно быть». И всё же большая часть репертуара — это классические спектакли с участием марионеток. Здесь бережно хранят даже те куклы, которые уже не принимают участие в театральных постановках. Мастерство кукловода — по-настоящему уникальное искусство. Мало починить своим рукам марионетку. Нужно научиться оживить куклу. В театре кукол говорят, у каждого произведения, будь то классический спектакль или современная постановка, есть своя публика. А у красноярских зрителей теперь есть возможность не просто увидеть представление из зала, но и самим стать частью программы. Дина Володин, Алексей Овсяников. Новости.